Сгоревший автомобиль, страшный диагноз и итоги полуфинала школьной лиги КВН. Это Нижнекамские новости в студии Аделья Сиразова. Здравствуйте! Двухлетней Нижнекамке Мелани Сыновой требуется пересадка печени у малышки рак. Сейчас девочка вместе с мамой находится в Москве. Столичные врачи прооперировали ее, но операция пошла не так. Два дня Мелани находилась в реанимации. Сейчас пришла в себя. Впереди у нее несколько курсов химиотерапии и трансплантации печени. Продолжить лечение согласились врачи германской клиники. Средства потребуются немалые. На днях мы передали родным Мелани все деньги, собранные нижнекамцами. Помочь можете и вы. В холле нашего медиахолдинга установлен куб для сбора средств. Маленькая машина пылала большим пламенем пожарным. В одном из дворов улицы Менделеева пришлось тушить автомобиль АК. Транспортное средство выгорело полностью и восстановлению не подлежит. Инспекторы назорной деятельности сейчас выясняют причины возгорания. В Институте экономики управления права отметили Международный день защиты прав потребителей. Студенты получили возможность лучше узнать о том, какими правами они обладают, как покупатели и пользователи услуг. Цель мероприятия – повысить потребительскую грамотность среди населения. Школьники Нижнекамска сошлись на одной сцене, чтобы выяснить, кто из команд достоин сыграть в самой главной игре сезона. На сцене Двора детского творчества прошла полуфинальная игра Школьной лиги КВН. Пять команд отыграли три конкурса – фристайл, текстовый конкурс биатлон и видеоконкурс. О чем шутили школьники и кто из ребят прошел финал, об этом мы расскажем в 18.30. О погоде сейчас в городе минус 3 градуса, днем потеплеет до плюс 4 градусов. В следующих выпусках мы расскажем вам о том, кому вручили медали и где прошла зорница. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-1313. Также сообщения можно присылать через сайт ntrtv.ru. Оставайтесь на нашем канале, увидимся через пару часов. Субтитры создавал DimaTorzok